Привет, я Сергей, и сегодня я расскажу вам о новом проекторе Gintu YG550. Отличный проектор, это эволюция 1LCD проекторов, очень много здесь всего интересного. Немножко пробежимся по характеристикам. Это проектор с разрешением Full HD, у него моторизованный фокус, здесь очень приличный звук Dolby, два динамика по 5 ватт, проектор читает почти все форматы, поддерживает кодек IC3. Проекционное соотношение у проектора 1,36 к 1. Давайте посмотрим, как он выглядит. В комплекте у нас ничего лишнего, блок управления, пульт и сам проектор. Во-первых, он действительно классно выглядит, такой хороший кинотеатральный проектор. Есть съемный фильтр, здесь мы можем увидеть большой-большой динамик, громкий, и у него, как я уже говорил, отличный звук. Из инноваций в этом проекторе усовершенствована система охлаждения, а это одна из проблем для 1LCD проекторов, потому что если его перегреть, или он забьется от пыли, может произойти перегрев матрицы. Здесь же установлены два радиатора, это первый проектор, который с двумя радиаторами, и я думаю, у него все в порядке с охлаждением. Вот, отличный дизайн, лаконичный дизайн. Мы видим на верхней стороне кнопки управления, на задней стороне мы видим все, что нужно, ничего лишнего, два порта HDMI, два порта USB, выход для наушников или колонок. В этой версии встроен Wi-Fi и Bluetooth, Wi-Fi встроен для того, чтобы проектор мог отображать экран смартфона, ну, через Wi-Fi, соответственно, они должны быть подключены и проектором смартфон к одной сети. Этот проектор мы рекомендуем для больших экранов, у него разрешение Full HD, у него высокая яркость. Что ж, давайте посмотрим на этот проектор в деле, посмотрим, на что он способен. Моторизованный фокус, фокус управляется с пульта, и фокус очень четкий, если не использовать Keystone, оставить проектор прямо напротив экрана, то никакого размытия в углах, все очень четко. Для такой яркости для такого форм-фактора проектор, ну, я бы сказал, средней шумности 55 децибел рядом с проектором, в метре 48 децибел. У проектора отличная контрастность, видно все оттенки белого. Наши прекрасные девушки прекрасно выглядят, все очень натурально. А вот эта картинка меня очень-очень удивила. Это первый проектор, где я не вижу смазанности по центру на красном, зеленом и сине. Мы здесь видим, что каждый градиент различим, потому что обычно они все-таки замазывают. А это прям вау. Картинка, которая еще раз подтверждает градиенты, такого я еще не видел. Ни красный не пересвечен, ни зеленый не пересвечен. Все четко, все оттенки, каждое зернышко. Это лучшая цветопередача в один LCD, которую я когда-либо видел. Ну что ж, вау! Проектор, конечно, впечатляет. Давайте попробуем запустить жесткого диска фильм сейчас. Хочу обратить внимание на то, что проектор поддерживает все основные кодеки и поддерживает кодек IC3. Вот так вот выглядит изображение, при том, что сейчас 4 часа дня. Также в проекторе есть функция синхронизации с экраном смартфона, если вам необходимо. Но я все-таки настоятельно рекомендую подключать HDMI или с USB напрямую. По крайней мере, хорошие фильмы получите плавную картинку и без всяких проблем. Но если нужно подключить телефон, это тоже можно сделать. И достаточно просто. Вы подключаете проектор к той сети Wi-Fi, к которой подключен телефон. Дальше выбираете либо Miracast для андроида, либо iOS Cast для iPhone. Выбираете верхним контекстным меню смартфона функцию делиться экраном. Через буквально 3-4 секунды смартфон найдет проектор. И все, можно смотреть YouTube. В заключении хочу сказать, что это отличное решение. Очень много эволюционных правильных решений в этом проекторе, начиная от улучшенной системы охлаждения и заканчивая хорошим звуком, встроенным Bluetooth, монетаризованным фокусом.